Хроники изоляции. 5 ноября 2019 года, 16.28. Юлия Витязева, журналист, публицист, когда в марте 2014 года пришла новость о том, что из-за возвращения Крыма, западные партнеры приняли решение приостановить членство России в G8. Политика изоляционизма для многих стала едва ли не навязчивой идеей. Особенно для теперь уже бывшего президента США Барака Обамы, который, будучи одержимым идеей однополярного мира, главенствующая роль в котором должна была принадлежать исключительно американцам, под предлогом ситуации на Украине много и часто рассуждал о том, как он изолирует Россию. Также по теме. Володин призвал помнить уроки истории председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в День памяти жертв политических репрессий призвал извлечь из прошлого уроки, чтобы... Но, как выяснилось, такой план оказался утопией. И реализовать его нет никакой возможности. Потому сколько ни называя Россию региональной бензоколонкой с порванной в клочья экономикой, реального геополитического расклада это не изменит. И никто отказываться от партнерства и сотрудничества с Россией в угоду чужим пожеланиям не станет. Впрочем, гегемон и партнеры с упорством, достойным лучшего применения, продолжали добиваться поставленных целей. В связи с чем начали вводить персональные санкции, тем самым пытаясь выжать Россию с ключевых политических площадок и лишить ее права голоса в организациях типа ПАСИ. Однако в скором времени выяснилось, что без российских взносов та же ПАСИ может полностью прекратить существование. Более того, все больше представителей международного политического истеблишмента начали призывать прекратить заниматься бесполезным идиотизмом и возвращаться к нормальным отношениям. Проще говоря, желающих пострадать за американские амбиции и украинские обиды с каждым днем становится все меньше. Более того, прошедшая пятилетка показала, что всего запаса мировой изоленты не хватит для того, чтобы ограничить Россию в ее международных контактах. Президент России, Министерство иностранных дел, Государственная Дума и Совет Федерации ни на один день не приостанавливали контактов со своими зарубежными партнерами. Даже в самый разгар русофобских истерик, которые перманентно охватывали Европу и США, работа продолжалась. Безусловно, это было непросто. Но в конечном счете принесло свои плоды. И для того, чтобы понять, что план Обамы и прочих любителей пофантазировать на тему, как мы изолируем Россию, провалился, достаточно посмотреть хотя бы на новости последних недель. И на фото. Из Страсбурга, например, где председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступал на Европейской конференции председателей парламентов стран, членов Совета Европы. Или из Токио, где в рамках шестого саммита спикеров парламентов государств Большой двадцатки председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий являлся одними из самых ожидаемых гостей, на встрече и беседы с которым выстраивается очередь. В связи с чем можно констатировать, что, несмотря на многократные попытки исключить Россию из международной повестки, она не только удержала свои позиции, но и находится в авангарде происходящих в мире событий. И без участия наших делегаций обсуждение и решение любого международного вопроса просто невозможно. Да, для многих осознание данного факта стало сильным ударом. Некоторые до сих пор скулят о предательстве и очень болезненно реагируют на каждое появление российских делегаций там, откуда, казалось, их выжили окончательно. Впрочем, кто виноват, что кое-кто настолько уверовал в мантру о том, что весь мир с ними, совершенно забыв о том, что именно Россия играет одну из ключевых ролей в бесперебойном регулировании и функционировании всех наиважнейших процессов этого самого мира. Путин утвердил второй протокол между ОДКБ и правительством России. Президент России Владимир Путин одобрил утверждение второго протокола между российским правительством и ОДКБ, который предусматривает. И той же Европе без России сегодня, точно как без воды, и не туда, и не сюда. Поэтому она почти стахановскими методами пытается наверстать упущенное, увеличив до максимума контакты с российскими делегациями. При этом стоит учесть, что наши представители при обсуждении поднимают актуальные, наболевшие и иногда весьма неудобные вопросы. Но другого способа решить старые и новые проблемы просто нет. Все знают, что Пасис сейчас находится в состоянии глубочайшего кризиса. Но только Вячеслав Володин не постеснялся заявить об этом прямо с трибуны. С одной стороны, мы говорим о равенстве, а с другой стороны, существуют двойные стандарты. Это недопустимо. Пользуясь этой трибуной, хотел бы не только об этом сказать, но и призвать всех к тому, чтобы мы уходили от этих подходов. Именно эти подходы разрушают наш общий европейский дом. Собственно, возможность говорить правду, называя вещи своими именами, это одно из наших преимуществ. И этой самой правды ох как не хватало Западу все эти годы. Более того, именно из-за ее отсутствия теперь предстоит решать массу возникших по этой причине проблем. Причем не только касающихся отношений с Россией. Вот и приходится нашим политикам сейчас работать сразу по всем направлениям и продолжать воевать на всех фронтах. Политических, экономических и культурных, не упуская из виду даже самые, казалось бы, малозначительные вопросы. И практически ежедневно невольно, но наглядно демонстрировать, что все попытки изолировать Россию, не только напрасный труд, но и весьма пагубная, в первую очередь для всей международной политики, затея. Пока Эвер стала статью, пришла новость, спикер Госдумы Володин переизбрана должность председателя парламентской ассамблеи ОДКБ. Такое решение приняли на пленарном заседании ассамблеи, которое проходит в Армении. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.